Приветствую себя зрители своего канала меня зовут Юлий Тетерин очередной пустотболи на рыбалке. Сильно болею в последнее время, простыл на рыбалке, но сегодня решил все-таки выброс. Передал грозу дома, по интернету посмотрел прогноз погоды и вроде больше дождей не стоит, но все равно кто-то хочет, вокруг тучи бегают, такие страшненькие огороды, боюсь уставляться. Уставляться по плану у меня на кедушки, но я две удилища выстою. Поглёвки в этом есть, снимал одну сурожку. В общем так, не знаю, за кедушками куда посесть. На фидер почему не пошел, потому что прикормки пока на момент нету, она у меня в подарок мне выслали, посылка только во вторник могу получить, сегодня воскресенье. Со спиннингом, прогнозы печальные, никто ничего не ловит, я сам ходил раз неделю назад, тоже глухо, ни одной прогресски не видел, так что пока выпуска по спиннингу нет, тоже планируем все уже на сплав съездить с друзьями, так пока и не получается никого ни сплава, ни спиннинговых просто. А так, на закидушке полоем, пашень рыбалки, рыбу приносили, неплохую, думаю в этот раз они буду выцепить. Вот такая рыба попадается пока. Ха-ха-ха. Это карис. Я их беру, кошки, так как я купил рыбу, вот на эту донку еще можно полоить. С маленькими еще. На закидушках на струны, там крючки большие, рассчитанно более вкусную рыбу. Так, пескариков, кошки набрать. А две кошки надо. Нормально пойдут. Дяденька, мы вас не помним. Мы вас забыли, как вы выглядите. Так это что, забыл. Что ты тут пришел сюда, напутал сразу. Видно, что не рыбачил полгода. Давно не рыбачил. Да хрен с ним. Что-то, ничего страшного. Главное, чтобы крючок был, груз есть. Потом он затянется, он забыл. Да, затянется, затянется. А парка поток-то будет. Будет он. Ты что, его тащила, выдели еще выйдет. Видал, не забыл даже. Фирменный заброс. Фирменный заброс. Фирменный заброс. Фирменный заброс. Погодка со своими разными сюрпризами, вроде бы ничего беды не предвещало, но все-таки как-никак дождь пошел. Артем приходил, нашел скопа, ходил, копал, то-то, искал, нашел одну монету 50 рублей, ну как-то, 2011 года-то, тоже ко мне зашел чай попить, дождь начал селу, пришлось домой идти. Я за клюшки выставил, еще ни разу не проверял, вот только один звоночек был, сходили проверились, сопинку поймали. Так хотелось в моем уху свалить, посидеть тут, просто отдохнув без всяких напрягов, без фидера, не знаю, если дождь будет так дальше, моросить придется валить домой. Но пока вроде не планирую, сейчас только что, женой домой звонил, жене едут, рулигать домой хватит, сопли морозить еще иной раз, но пока вроде не знаю, посмотрим как будет вся погода вести. Что ж, дождик приготился, ходил проедал тут клюшки, попалась фишка. Клюшка небольшая, я, в основном, такую рыбу спускаю второй, это у нас пилинг, такую рыбачу, так, в голову, но тут просто я ее взял для того, чтобы приготовить. Сейчас мы ее выпотрошим, если уволить не будем, так как я ложку дома не взял, если бачуку, это как-то без ложки не получится. Помнил, что я хотел приготовить, это такое блюдо называется на рожне, приготавливаем, там хариуза в основном, я ни разу не пробовал, приготовить таким образом рыбу, просто хочу попробовать шишку приготовить, если я выпотрошу, промоем, утерем солью, одну мне эту папку, суши не будем убирать, после того как приготовится мы уберем солью, и на тостке ее запечем. Ну что ж, теперь наша главная задача, не пора уронить, и временно, время от времени нашу рыбку поворачивать, чтобы она равномерно приготовилась. Как я слыхал почитанному, должно в районе трех секунд терпеть рука. Вот тут рука дерпит больше, она сейчас подразгорится, костерочек, будет больше жару. И желательно делать на лесенных породах дерево, потому что рыба может стать горькой и невкусно, если делать на той же елке или сосне. Ну тут как раз у нас полно кустарника всякого, всяких деревьев много, на них и готовим. Что же думаю, пора попробовать на вкус нашу рыбку, что у нас получилось. Говорю, что впервые я это пробую, ну так пощупал, вроде на вид ужарилась она. Вполне наша щучка. У нас есть блюдо, вилка. Вот вилку взял, вилка у меня была давно припасена, потому что это блюдо я хотел давно уже приготовить. Картошка салузета. Можно ее, в принципе, запечь или сварить. Вот так она, в принципе, поужинать хватит этой щучки. Сейчас маленький порос нет. По рыбалке рыба клюет, но вот периодически дождик не мешает снимать. Здесь, конечно, корпус, который водонепроницаемый камеру, чтобы не замочилась, но в ней и так-то звук у меня у камеры не очень хороший. Вот так, тем более, было очень ни к чему. Сейчас попробую нашу рыбу на вкус. Главное, пришли, побывали на природе, покушать рыбы. Это уже самое интересное. Ну что ж, попробуем. На вкус то, что мы с ней поймали. Либо дорого, сидишь на полуудочке и употребляешь рыбу, которую только что практически на нее мы оставим поймал. Резает одной сносной кузрой. Это мы расставим петбороном. Полуудку все быстро вырастает сейчас. По моменту, она попалась самая московка. Хм. Замечательно. Артемка не вовремя ушел, и многое потерял. Немного я потерял. Соленая, но я люблю посолоние. Мм. Замечательно. Артемка не вовремя ушел, и многое потерял. Что ж хочу сказать. Сядь его в столь. Перекушу. Различненько так. Поужинаю на рыбалке. А зрителю хочу напомнить. Забыл сейчас. В начале выпуска обычно говорю. Что я собираю деньги на компьютер. И многие зрители, которые хотели помочь, они помогают активно. Спасибо большое за это. Я обещал просто в каждом выпуске, в дальнейшем, говорить какую сумму на данный момент мы собрали. На данный момент у нас собрано около шести тысяч рублей. Но если у кого есть желание еще помочь, реквизиты есть внизу, под видео. Я думаю, если на компьютер не насобираем, там будем по факту определяться. Можно какую-нибудь камеру возьмем. Экшн камеру мне особо нравится. Вот так вот снимать от первого лица еще и не можно. Но я люблю так что-то еще кроме природу поснимать, чтобы было качественно. А на экшн камеру там не приблизить, ничего не сделать. Если на компьютер не насобираем, я думаю, вот какую-нибудь камеру возьмем. Но мы все это с вами вместе будем обсуждать в комментариях. И в дальнейшем буду отталкиваться от вашего мнения. Ну вот, конечно, понимаю, что изображение вряд ли очень хорошее. Но ночью попадаются такие вот стопильницы, вполне неплохие. Что-то погодка со мной и сегодня играю в злые шутки. По прогнозу должно было бы уже выяснять, начать. А у меня наоборот начинает греметь и дождь поливает. Не знаю, как и быть. Дай мне два часов ночи. Как бы и сматываться сейчас. Не вариант. Темно сильно. Но и здесь сеять тоже. Если так все будет продолжаться, то уже не вариант. Как-то сматываться, если будет так продолжаться все. А то не присесть. Ну, присесть я присел. Тульчик хоть и мокрый, но все еще на нем можно. Но рыбачить ходить. Как-то уже не очень интересно становится. Что ж, друзья, как вы сами уже догадываетесь, мое терпение лопнуло. И я решил отправляться домой. Весь сырой. Ладно бы не болел. Я бы еще в ночь высидел. Но так, я не знаю, зачем бороться. Лучше я потеряю. Пусть у меня будет один. Не совсем полноценный выпуск с больной рыбалкой. Чем я потеряю там неделю-две из жизни. Правляюсь на кровати с температурой. И еще чем-нибудь интереснее. И так болею. Искать здоровья ни к чему. Рыбалки еще будут впереди. Но погодка, конечно, сегодня нам маленько. Сделала небольшую такую злую шутку. Мне хорошо, что я сам себе слеплю фонарем в лицо. Ладно. Я думаю, все-таки, какой-нибудь футбольной рыбалкой получился. Рыбки на уху, как говорится. Ерболов мы наловили. Причем еще и поготовили, и покушали на природе. Ну, а это самое главное. Настроение. Ну, не было бы дождя. Было бы вообще отличное. Ну, а так, на четверочку. Сейчас придется дома всех разбудить, чтобы самому лечь спать. Ну, что ж. Всем пока. До встречи. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...